Масштабные пожары представляют серьезную опасность для лесов, флоры и фауны, экологии в целом, а зачастую несут непосредственную угрозу безопасной жизнедеятельности человека. Основная функция пожарной авиации – своевременное обнаружение, локализация и быстрая ликвидация возгорания на больших площадях. И сегодня речь пойдет о крутых пожарных самолетах. Ну что ж, погнали! Боинг 747 Супертанкер Американский пожарный самолет, который является самым большим самолетом в мире, предназначенным для тушения пожаров. Вместимость самолета – 74 тонны воды, которые помещаются в 8 цистерн, установленных в фюзеляже вместо пассажирских кресел. Для наполнения такого большого количества воды необходимо всего около 30 минут. Боинг 747 Супертанкер имеет возможность сбрасывать в воду в виде дождя или рассеивать под высоким давлением. Самый большой в мире пожарный самолет может тушить огонь не только днем, но и в ночное время суток. При этом дальность полета Боинга 747 Супертанкер составляет внушительные 6400 километров. Ил-76П – второй по величине самолет, предназначенный для тушения пожаров. Разработка этого гиганта началась в 1988 году. Весной 1992 года произошли два крупных пожара на воинских складах под Гереваном и Владивостоком. Пожарный Ил-76 прекрасно зарекомендовал себя на обоих пожарах, и в том же году экспериментальный образец был рекомендован к серийному производству. Ил-76П оснащен легкосъемной системой, состоящей из двух баков. Причем в пожарный самолет может быть переоборудован практически любой транспортный Ил-76. Самолет вмещает на борт 42 тонны воды или специальной огнегасящей жидкости, которую может сбросить за 4 секунды с высоты 50 метров. Скорость самолета при этом равна 280 километров в час. Заправка системы водой на земле занимает всего 10-12 минут. Бе-200 Самолет нового поколения Бе-200 является последним достижением мировой гидроавиации и наиболее совершенным и эффективным из существующих самолетов-амфибий. Амфибия Бе-200 может заправляться водой как на аэродроме, так и осуществлять ее забор на водоеме прямо во время полета. Это происходит на скорости 150-190 километров в час, а наполнение полных баков емкостью 12 тонн, расположенных под полом грузовой кабины, происходит за 12 секунд. Время залпового сброса воды над очагом пожара – около 1 секунды, на скорости – около 250 километров в час. При незначительном переоборудовании Бе-200 может использоваться для проведения поисково-спасательных работ, доставки специальных команд, перевозки грузов, несения санитарной службы, патрулирования 200-мильной экономической зоны, контроля экологической обстановки и так далее. Ан-32П Пожарный самолет, созданный на базе Ан-32 в 1993 году. От транспортного самолета Ан-32П отличается наружными съемными баками для огнегасящей жидкости, которые можно сбрасывать как залпом, так и последовательно. Максимальная вместимость баков составляет 8 тонн. Точность сброса определяется с помощью специального прицела. Для тушения пожара самолет имеет еще одну особенность – он может вызывать осадки над зоной пожара, путем воздействия на облака специальными метеопатронами. В грузовом отсеке могут размещаться до 30 пожарных со спецоборудованием и снаряжением, которые могут быстро десантироваться в зоне пожара. Благодаря возможности демонтажа баков самолет легко превращается в обычный транспортный и может использоваться на коммерческих перевозках. Бомбардир 415 Турбовинтовой двухмоторный противопожарный самолет-амфибия, разработанный по заказу Франции. В стандартном варианте самолет-амфибии предназначен для тушения пожаров, а также перевозки грузов и пассажиров. Противопожарный самолет может быть достаточно легко переоборудован в транспортный. Бомбардир также предлагает вариант 415М, предназначенный для патрулирования морских акваторий, выполнения поисково-спасательных и специальных задач. Кабина пилотов самолета выполнена по идеологии стеклянной кабины. Конструкция планера усилена с целью увеличения максимальной взлетной массы. Внутри самолета установлены 4 бака для воды или противопожарной смеси, суммарной емкостью 6140 литров. Бомбардир 415 успешно используется в странах, где леса расположены на холмах, недалеко от морского побережья или крупных водоемов. Мартин Марс Четырехмоторная летающая лодка, разработанная в 40-х годах по заказу ВМС США, как дальний океанский патрульный самолет. Вскоре после выхода самолета появилась и противопожарная модель, которая получила новые моторы по 2500 л.с. каждый, с которыми самолеты могли поднимать до 27 тонн воды и 2200 литров пенообразующего концентрата. При этом они оборудованы различными системами сброса воды через двери в бортах и двери в днище. Максимальная длительность работы на одной заправке в режиме интенсивного тушения пожаров почти 6 часов. При этом самолет способен совершить до 37 полных циклов забора и сброса воды. Мартин Марс принимает запас воды буквально на ходу. Для этого машина садится на поверхность воды и движется со скоростью 100-110 км в час. Вода поступает в баки через открытую створку днища со скоростью около тонны в секунду. Шинмеева ЮЭС-2 Японский самолет-амфибия, предназначенный для выполнения поисково-спасательных работ. Также существует и противопожарная модель этого самолета. Конструкторы заменили один из топливных баков самолета на водяной бак, вместимостью 15 тонн. Такая замена привела к снижению дальности полета самолета с 4600 до 2300 км. Водяной бак разделен на 8 отсеков и оборудован 8-ю откидными люками. Самолет также оснащен двумя телескопическими заборниками воды, системой автоматического пенообразования, а также компьютеризированной системой сброса воды. Новый самолет может перевозить до 400 тонн воды, прежде чем возникнет необходимость в дозаправке. Lockheed P2 Neptune Американский базовый патрульный самолет, созданный в 40-х годах, который впоследствии был переделан в пожарный вариант. Хорошие взлетно-посадочные характеристики, неприхотливость, относительно недорогие запчасти и обслуживание, большие внутренние объемы – все это делало их весьма привлекательными для противопожарных служб. Этот самолет имеет большой запас хода и может сбрасывать на очаги пожара до 10 тонн воды или другой огнетушащей смеси. На этом все. Все эти удивительные самолеты выполняют трудную и важную работу – тушение пожаров, спасение лесов и даже человеческих жизней. Со временем в самолеты вносят различные изменения, которые повышают возможности тушения. Возможно, в будущем лесные пожары будут побеждены совсем, и огонь будет потушен, не успев как следует разгореться. Друзья, не забывайте подписываться на канал, если вы этого еще не сделали. Впереди много интересного. И включайте оповещение с помощью этого колокольчика, и тогда вы первыми будете узнавать о выходе новых видео. А я прощаюсь с вами. До новых встреч!